добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota vids 2000 года выпуска двухдверный двигатель 1s z fe на нем мы заменим сегодня свечи зажигания и приводной ремень для этого мы сейчас снимаем воздушный фильтр особо здесь ничего разбирать не надо все рядышком все удобно единственное что придется снять подушку чтобы заменить ремень это единственное неудобство так снимаем и вот они у нас свечи все четыре штуки снимаем разъемы с каждой свечи откручиваем четыре болта m6 головка на 10 снимаем уже катушки так провода разъединил откроем сторону и откручиваем болты катушки здесь не прописаны поэтому по порядку не обязательно их ставить чем разъема Масло кидает, кидает с клапанной крышки, на второй тоже, видишь, эти разбухли резинки, все кидают, надо менять эти прокладку, здесь быстрее всего, наверное, не прокладка, здесь сальники с личных колодцев, ну и раз лезть туда, то и прокладку клапанной крышки менять. Вещь все мокрые. Точные колодцы у нас маслом залиты, сейчас компрессором масло выдуем, чтобы не попадало масло, тряпкой закрываю. Закажем прокладку клапанной крышки. И закажем маслосъемные, вот эти, не маслосъемные, а на шахты свечных колодцев, там сальники, я думаю, что стоят. Закажем эти сальники и следующие замены уже заменим. Сейчас выкручиваем свечи, свечи здесь включено 16. Свечи будем использовать Денса К16ТТ. Денса К16ТТ. Денса К16ТТ. Ну, свечи свой ресурс выработали, но они не мертвые. ТТ-шка, это идёт немножко с другим электродом. Срок службы у них чуть больше, но всё равно их все меняют на 30 тысяч. Закручиваем свечку и после того, как поджалась, на четверть оборота поворачиваем ключ. Всё, дальше тянуть не нужно. Кольцо выбирает свою прижимную усилие, которое должно быть. Если давить дальше, можно свечу повредить. Это точно так же, четверть оборота. С Hidden С Supply Н December 22, Белый белый Макра. Субтитрывали. КОНЕЦ ПОЛОГА ПОЛОГА ПОЛУБИЛЮ ПОЛУБИЛЮ ПОЛИЮ ПОЛУБИЛЬ ПОЛУБИЛ ends ПОЛУБИЛ СТОЧКО Все, свечу мы заменили, ставим на место катушки. Сильно затягивать не надо, подтянули и все, они только держат катушки, чтобы они не выскакивали. Главное, чтобы болт не открутился и катушка держалась. Некоторые тянут даже срывают резьбу, болты будут. Раз уж полезли сюда, а то и воздушный фильтр сразу заменим, поставим Айко А196. Шуцаром и окоцаром. Отпустили. Играет смесь. Играет Стрелина. Резинки износились, когда дезонируют, звук дает. Ну что, теперь добираемся до нашего ремешка. Поставим ремень фирмы Дайка 4ПК 1770, вот такой длины. Для этого мы сейчас снизу поджимаем домкратом двигатель и откручиваем подушку. Подушку здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 5 болтов головка на 14 и снизу одна гайка головка на 14. Откручиваем. Так, ну что, подушку даже снимать не будем, приподняли ее, открутили 3 болта, которые подушку к кузову крепят. Приподняли, я думаю, что у нас получится ремень провести под нею. Сейчас мы ослабляем натяжитель генератора, головка на 12. Генератора, головка на 12. И берем трещоточный ключик на 10, одеваем и ослабляем. Вот такой вот коротенький. Так, ослабили натяжитель. Ну, получается, снизу нам надо генератор тоже ослаблять. Поднимаем и ослабляем снизу крепление генератора. Так, ну что, снизу ослабил там болт, головка на 14. И здесь у нас сразу генератор уже отошел. Так, ну и теперь запоминаем, как у нас раскинут ремень. Он получается у нас отсюда идет напрямую с гидроусилителя на кондиционер. С кондиционера по низу он идет на шкив, а потом он на вводной ролик уходит. Здесь только одна петля, а остальное все по-ровному идет. Скидываем ремень. Да, все, подушку можно не снимать. Берем на время. Также его заводим. Сегодня мы его за подушку завели, а теперь мы его раскидываем по всем агрегатам, как он должен стоять. Так, ослабил я еще болт, тот был сильно натянут на старом ремне, раскидал, как положено по агрегатам. И единственный последний штрих мы накидываем на помпу. И теперь мы берем, натягиваем генератор, фиксируем его вот этим болтом на 12 сверху и фиксируем снизу болтом. И все. После этого мы опускаем двигатель, крепим подушку. И на этом закончили. Проверяем натяжку ремня, чтобы не перетянуть. Иначе заводят подшипники. В первую очередь на генераторе, а потом на помпе. Опустили двигатель. Наживляем наши три болта. Напоминаю, подушку мы не снимали. Получилось заменить так. Проверяем. Проверяем. Стрелок. Зайди. Пробуем. Ну что, ремень мы заменили, свечи мы заменили. Всего вам доброго, Игорь.